Мирные жители Мариуполя, которых вчера удалось эвакуировать из бункера в завода Азов Сталь, еще едут автобусами в Запорожье. Два долгих месяца женщины, дети, старики жили под землей и верили, их обязательно спасут. И вот более ста людей смогли покинуть убежище. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Сквозь руины и разрушенные стены, под временную тишину они покидают ад. Эти мирные жители Мариуполя два месяца прятались в укрытиях завода Азов Сталь. Они верили, что выберутся, что их спасут. Два месяца. Дома мариупольцев в результате постоянных обстрелов российской армии не подлежат восстановлению. Почти полностью сожженный город был не в силах оберегать своих жителей. Они вынуждены были скрываться от обстрелов в темных бункерах завода. Обстрелы были настолько сильные и рядом с нами все ренопадало. Это выход из бункера, где первые ступенечки. Там можно было хотя бы, потому что в бункере не хватало кислорода просто элементарно. И выйти хотя бы подышать свежим воздухом, кислородом, вот даже я этого боялась. Люди два месяца не видели солнца и боялись выходить на улицу. Два месяца темноты. Я еду с мужем в автобусе, говорю, Вася, прошу, говорю, уже в туалет не надо будет ходить с фонариком. И вот вчера более ста человек удалось эвакуировать с территории Азовстали. Это маленькие дети, женщины, а также пожилые люди. Автобусы везут их в Запорожье. Многие хотят просто поесть там, где не стреляют. Дети постоянно. Окупанты возобновили обстрелы Азовстали сразу после завершения эвакуации. Однако там еще остаются сотни гражданских лиц. Есть раненые украинские военные. Президент Владимир Зеленский вчера в своем вечернем видеообращении отметил, что Украина будет и дальше пытаться эвакуировать людей. Будем и дальше делать все, чтобы эвакуировать наших людей из Азовстали, из Мариуполя в целом. Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложный. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий. Мариуполь – это сердце войны, сказал ранее президент. Город полностью разрушен врагом. Там гуманитарная ситуация уже катастрофическая. Но вопреки всему этому ужасу, мариупольцы держатся.